Город Не вернется она И летит в небеса наша песня И не найти на молеченном пути Поле, где мы будем вместе Флаг бокового судей взорился как знамя Наши футболки в крови, но победа за нами Под Днепром в облаках дожди грозовые Землю не тронут пока, пока мы живые Флаг бокового судей взорился как знамя Наши футболки в крови, но победа за нами А на Днепром в облаках дожди грозовые Землю не тронут пока, пока мы живые А на Днепром в облаках дожди грозы Капина КОНЕЦ 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 Итак, дорогие радиослушатели, мы ведем наш репортаж, по ходу которого завершается матч команд «Динамо» Киев и «Локомотив» с минимальным счетом 1-0. Игра сегодня напряженная, и удастся «Динамо» самодержать преимущество до финального списка, покажут оставшиеся несколько моментов. Напоминаю вам, что завтра, 22 июня, пройдет открытие нового республиканского стадиона, на котором встретятся команды «Динамо» и «Красная армия» и «Москвы». Давай, 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 давай! Шестово контролируй! Шестово! 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 Да прикрывай свят! Получ tulisnol ТRI peace! КОНЕЦ Вставай, давай, артист! Вижу, Затемка, все, сейчас пробьет шерцов твоего противника. У нее вместо правой пушка. Ты что, где твоя пушка? АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! Молодцы! Спасибо, спасибо. Спасибо. Молодца. А, шурусик, 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 дергай. Молодцы! Коля! Спасибо, Назаре, спасибо. Коля! Как вы считаете? Можно к вам? Что, завтра? Да. Да. За него. Угадай, о чем сейчас думаем. Что, да? Ты? Да? Да. Да, 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 да. Коля! Ну, наконец-то. Коля! Коля! Молодец! Коля, все смотрят. Коля! 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 Браво! 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 Да он баб чужих оббивает, чемпион! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты не вовремя, а? Хоронив, сука! Хванаковник, Евгений, ты же у нас у нас на хорошем. А дай жену! Бог, Бог, подисти. Она же, все решил, так что в этом матче я выиграл. Улыбайся нас, фотографируй, да? Все, никак не разберешься. Уже разобралась. Добрый день. Анна Сергеевна, мы с вами так и не пообщались после пиццовета последнего. Как нам в новом году преподавать языки? Может, сейчас погуляем, пообщаемся? Нет, извините меня, пожалуйста, Павел Иванович. Давайте поговорим в школе, у меня ещё дела. Граждане футболисты, у вас всё в порядке? Да, конечно, всё нормально. Слушай, напиши, напиши там на долгую память. Для родной милиции я что хочешь напишу, хоть роман в стихах. Вы, проглашу, вот уже автограф возьмите, а то ему обидно. На, рисуй. И дыши носом! Ну что, попинали? Размялись, да? Значит так, теперь марш домой, готовимся на завтра. Красная армия, это вам не паровозник, это союзный уровень. Москва, вот и товарищ Раневич, капитан. Отставить личную жизнь. Ну, по крайней мере, до завтра. Само собой, Павлович. Готовный день, Раневич, Стефан. Что? А, здрасте, Анна Сергеевна. А вы что, на выпуск на ней идёте? Готовный день, Анна Сергеевна. Будете сегодня к нашему обслуживанию? Экзамен сдала, как отвечать забыл? Да я же не люблю немецкий, вы знаете. Классный руководитель с вами пойдёт, вы мне уже за учебный год надоели. Анна, ты правильно решилась? Ну, что, Стёпка, давай дуй на выпускную, а то поздать. Ты что, со мной не идёшь? Нет. Да я же пацанам обещал. Прости, братуха, не смогу, я сегодня занят. Нас санкцией лены теперь в одну сторону. Да я понял. Какие вы красивые. Давай я ей подарю. Давай. Это вам. Счастья вам. Пошли. Коля, Коля, подожди, куда мы спешим? Коля, Коля, куда мы спешим? Брючка нет, всегда в торопях, урывками. Нам постоянно куда-то надо торопиться. Теперь торопиться не надо. Я всё решила. Подожди, подожди. Сядь. Сядь. Красиво. Меня только херц смущает. Это что такое? Не херц, а херц. 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 Это сердце. Да ты шо? Угу. А тебе как будет? Дих. Дих. Тогда слушай. Майне херц теперь принадлежит дихе. Вельхем Фрэмдис, ноя слегка. А я, картинки, ты вот это детям в школе преподаешь, что ли? А я всё-таки повезло. Ты ничего не понимаешь, это Гёте. Гёте? Это ж только посильнее Гёте будет. Коля. Дураки мы с тобой, Анюта. Шо мы в дом не пошли? Ошалели от счастья. Зачем нам туда ходить? Здесь мы вдвоём, а там чужие люди. А шо нам теперь стесняться? Ты теперь мне жена, а? Повтори. Жена-то мне. Жена. Я знала. Шо ты знала, Анют? Что? Что нас накажут за грех. Какой грех? Надя, Вась, любовь и грех. Шо ты такой хоришь? Хорюмарян, ты уже шо-то придумал себе? Ты прекрасно знаешь, что они какой-то не гром. Перестань. Давай, Девась, по-быстрому. Надо выяснить, что случилось. Подожди. Коля! Ходи, ходи давай. Ну что? Давай, выкладывай. Ну, бульки. На. А вот я сейчас. Да ладно, да ладно. Точно, немцы. Я сама видела вот такие вот кресты на крыльях самолёта. Вот такие вот кресты. А вот теперь рыба. Ага. Живо. Миша, радио работает. Оно просто пока молчит. Когда надо будет, нам всё скажут. Уже надо, мама. Уже очень сильно надо. Миша, Миша, я с тобой пойду. Приветничка, что случилось? Ой, здрасте, дядя Коля. Привет, Суфочка, привет. А кто это с вами? Здравствуй. Меня, Ваня, зовут тебя. Суфа. Говорим, Москва. Советские войска вступили в бой с немецкими войсками на советско-германской границе. Ожидайте заявление советского правительства. Повторяю. Советские войска вступили в бой с немецкими войсками на советско-германской границе. Это война, Люля. Ты здесь посиди, я пока к нашим схожу. Решим, что делать. Коля. Жди здесь. Обустраивайся пока. Не волнуйся, я скоро. Война, 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 бежим, 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 война. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к советскому союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Неподобежки со своих самолетов, наши города Житомин, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты фражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также в срумынской и петлянской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является безусловным историей цивилизованных народов. Хрен вам наживо. Дисциплина, мелочей не бывает, мелочи решают все. Германское правительство и ранее не могу предъявить ни одной предельни Советскому Союзу по выполнению договора. Так убить. Крепкий пуча. Ольга Ивановна, ну можно быстрее! Дисциплина, мелочей не бывает, мелочи решают все. Да, футбол явно откладывается. Черт! Да в задницу эту бронь катать твою квадратную. Мы им что, ученые? Или кто там еще? Все хотят. Я бы сам первый, честно, призывной пошел. А пусть он перестанет. Здорово. Здорово. У нас дисциплина. Потому что мы не просто футболисты, а динамовцы. Здорово. Что-то я не понял эту глубокую мысль, Павлович. Динамовцы не футболисты, что ли? Это милиционеры, сотрудники Народного комиссариата внутренних дел. Кто эвакуацию обеспечит, а? Да какая к чертям эвакуация? Да. Вы что думаете, немцы до Киева дойдут? Тут пока сидим и так в каше уже размололи. Сейчас все вместе соберемся, пойдем и раскатаем. В опере призывной открыли. Айда на призывной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так вот. Чего я говорю? А, главное стекло. Повлетали сразу. Ну, я говорю скрипка. Такое ощущение, что кто-то шандраснул ее апститу. Здравствуйте. 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 И что мы здесь сидим? Призывников сегодня точно не будет. Суматоха какая. Эти вон на репетицию свою пришли. А может война завтра, послезавтра закончится. А как это не будет призывников? Да мне к 18 часам в редакцию материал сдавать с этими, с фотографиями. Приказ есть, значит будем сидеть. А тебе чего, парень? Ты что, разве не на репетицию? Нет, я на войну. Ну вот, Петр Моисеевич, вот вам доброволец, призывник. Раздевайтесь. Так, кто здесь главный? Я. Пиши всех оптом. Все динамы. Так нельзя. Сначала все к доктору. Ни! Нет. К доктору потом. Сначала ко мне. Айда, мужики. Ну, Мишка, помогут раздеваться, давай с нами. Давай. Да. Так. Давай. Теснее. Так. Ну, ты понял? Я вам говорю, я здоров. Нет. Включиться. Включиться. Посмотри, блоха чихнула. Включиться. Сучий медик. В инвалиды меня записали. Жидовская морда. У меня тоже морда не монгольская. Так я это. Я ж в классовом смысле. Ничего. Нам письмо. От Гитлера. Отправляясь в плен, при себе имея смену чистого белья, мыла, котелок и ложку. Чёрт, а у меня котелка нет. Так, ну, подстреливайся. Тю! Хорошая бумага! Мягенькая! Ха-ха-ха-ха-ха! О, срака! Вот же задница небрезгливая у некоторых. Я не понимаю, Иван Сверидович. Бей же да политрука, морда просит кирпича. Что это, а? Ха! Вирши! Ну, я еще понимаю политрук, идеологический противник и тому подобное. Но мы-то им чем не угодили? А кому вы угодили, а? Раиса Львовна. Ну, что, к тебе понравилось? Интересно? А гражданочка тут до чего? Прописана в она тут, че я? Прописана, перепрописана. Рженимся мы. Я пойду на войну, схожу, понимаешь? А теперь слухай сюда и запомни. Это очень важно, чтобы ты знал. Там выдают боевое оружие с подонами. Следишь за моей мыслью? Да, 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 да. Анна, женщина в комнате, моя жена, она здесь живет, понял? Я вернусь, и если я хоть слово услышу, что ты про оружие запомнил? Да. Молодец. Ты не грусти, ты дыши и думай хорошим. Понял? Все, свободен. Жук. Да. Даже одного денечка у нас с тобой не получилось. Аня, ну ты ж прекрасно понимаешь. Иногда нужно только ворота защищать. Ты цветочки иногда поливай, не забывай их. Я готовься к свадьбе. Сейчас мы по-быстрому победим. Ты пока шевцовом разведись. Я приду. Первого августа идем в ЗАГС. Целы. Аня. Аня. Тебе когда уходить? Завтра. Аня. Тебе когда уходить? Аня. 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 Сильнее давай! Давай, сильнее давай, моя крючка, давай! Ай, да, горит в адупке! Так, сильнее, сильнее давай, говорю! Это горит в адупке! Так, хорош, хорош, пойдет! Значит так, бомба пробивая потолок и падает на кровать! А мы под кроватью! Да, солнышко, бомба подпрыгивает на пружинах! Я так же зависаю! Как ты, моя крючка, как ты! И взрывается под потолком! Господи, боже мой! Вот, взрывается, страшно! Не бейся, я с тобою! Так, осколки, значит, осколки, осколки! А, ну да, опять матрасик, да? Пять матрасов? А, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да! Это ж тебя еще можно сверху положить, на матрасы! Ну, это, считай, еще пять матрасов! Чув дурный! Ты за Степкой пригляди, ладно? А ты не говори гаденыш! Я так и бросаю! Вот и бросаю! Слушай, Анну Сергеевну! Ну, Андрюха, вломите им танк по-серьезному! Мать их, не хай! Только на мою долю оставьте! Ты смотри, там, братик, заранее, чем своим в пекло не лезь, понял? Понял! Своей головой надо думать! Ну, ну! Это тебе, ну, футбол! Их, лебедик! Дурак! Хочешь, я угадаю, о чем ты сейчас думаешь? Вот, Даша, не думай! Все будет хорошо! А что? Если ноги замерзнут, обязательно не ходим, пообещаем! Все, Рая, Рая, оставься! С Мишей ничего не случится! Он же музыкант! Будет играть в полковом оркестре! Давай броситься! На машина! Держись, Камбонист! Коль, а сам? Подумал. А ты не думал. Точно? Точно. Первого августа. Первого августа. В ЗАГС. В ЗАГС. Коль, поехали! Все. Давай, Степан! Коля! Хочу наглядеться, не могу, что такое. В ЗАГС. Держи! Ух. Тополь, тополь, ответьте, вас здесь выше, тополь, ответьте, вас здесь выше, тополь, тополь. Страшно так. Через полчасика атаки. Вон-то высотка. Туда побежим, помирать. Страшно-то как. Что, помирать неохота? Бегать. А кто же вроде футболист? Он вратарь. А, привык на воротах стоять. Вратарь на воротах не стоит, а играет, товарищ старшина. Что вы знали? Зря, что у тебя профессия на фронте. Вот, скажем, трилог или металл бычу, дедро какой-нибудь. Что ты тут поймаешь, кроме пули? Бомбу, если повезет. Ну, а что? Коля! 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 Мы выиграли. Чего? Мы их разгадали. Не совсем. Что случилось? Тебе трошка в конторе. Старшина не правый был. Ротарь профессия на войне полезна. Ты с траекторами на вычисли. Всех нас спас. Всех спас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы каравай забыли. Где забыли? Где были, там, и забыли. Тихо! 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 Иди-дем. Как, брат? Без вести. Без вести. Генерал, все готово. Что он говорит? Он думает, что говорит по-немецки. Ну, он старается. Это русская традиция. Вы должны отломить кусок хлеба, посолить и съесть. Уверен? Да, да, абсолютно. Спасибо. И что мне с этим делать? Будет порядок. Так. Так. Здесь, по боку, как в бургоместер, легативно обранный на заседании міського проводу ОУН, запоминяю вас. Мы не понимаем вас. Говорите по-русски. Говорите по-русски. Я хочу вас заверить в том, что... Заверяю вас в полной и искренней лояльности украинского народа к великой земле. Я верю, что совместными усилиями мы сможем построить на нашей страдавшейся земле свободную Украину. Хорошо. Что это? Позволил себе набросать основные принципы и шаги по принципах цивилизации, которые немецкий солдат несет на нашей земле. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Добрый день, Анна Сергеевна. Это хорошо, что вы здесь. Хочу пригласить вас на банкет. Заодно поможете мне с переводом? Вы же у нас лучшая в городе по-немецкому. Анна Сергеевна, мы с вами сейчас не в учительской. Я бургомистр при новой власти. Анна. Если что-то будет нужно, то заходите ко мне. Заходите, мы же с вами коллеги. Какой же ты у меня гарный. Красавец. Будет порядок. Ага. Красавец. 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 Русские называют это место Бабий Яр, то есть женский овраг. Теперь он будет не только женский. Овраг не надо углублять. Здесь хорошо лягут 50-60 слоев при рациональной укладке. Общая вместимость 50-60 тысяч единиц. Это в первую очередь дело. Хорошо. Здесь, здесь и здесь узкие проходы и лестницы, чтобы автоматчикам было удобно работать и не было хаоса. Они, подлежащие уничтожению, сами ложатся на свое место в ряду. Стрельба не должна быть слышна. Глубина оврага хорошо глушит звук. Плюс дополнительный звуковой камуфляж. Все надо хорошо проверить. Я лично отвечаю за эту операцию. Мы все предусмотрели. Там, за церковью, психиатрическая лечебница, более 700 русских сумасшедших. На них и отрепетируем. Фиоля! Это что же вы делаете, да? Куда вы их, а? Да что же это, я спрашиваю вас, а? С вас же никто их. Подровнялись, подровнялись, ревненько давай. Куда вы их идете? Вы понимаете, что у нас режим. Спокин, гражданушка, никто их не съест. Ямку выкопают и баеньки. Да какую ямку вы что, им лопаты хотите дать, да? Они у нас даже вилки в руки не берут, вы это понимаете или нет? Значит, ложками копать будут. Что? Неча, неча затормата жрать. Я тоже так хочу. Курорт что ли? Война все-таки. Ихай поработают, это полезно. Что, недолго? Недолго. Гаверрючи! Не годится местная полиция для этой тонкой работы. Согласен, я уже вызвал наших профессионалов. Эй, хватит уже! Внимание, заканчиваем работать. Ольга Владимировна, расскажите мне буквально две минуты! Пожалуйста, ну позвольте ему, ну пусть он доделает одну минуту! Ну, спрошу вас, две минуты! Ну, пожалуйста, не нервируйте его! Ольга Владимировна, офицер, битый с вами минуту! Битый с вами минуту! Ну, хватит уже, давай, идем! Да, 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 идем! Минута, минута! Господин офицер, если они вам больше не нужны, у нас есть час по расписанию. Фройлен, уходите, уходите, прошу вас. Фройлен, уходите, 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 уходите! До свидания! До свидания! Фройлен, уходите! Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok